Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о такой немаловажной вещи для электромоторов, как аккумулятор. Данный аккумулятор я приобрел довольно-таки, условно, недавно. Пользовался ним в прошлом сезоне, в конце сезона. И, соответственно, в этом сезоне тоже его использую. Мотор у меня, сразу скажу, Minicota Enduro 30. Данный аккумулятор я приобретал вместе с мотором. Аккумулятор тоже от компании Minicota, фирма американская. Модель называется DC80. Емкость данного аккумулятора 80 Ач. 12-вольтовый, соответственно, аккумулятор. Весит данный аккумулятор 20 кг. Габариты данного аккумулятора, кому это будет важно, длина составляет порядка 28 см. Ширина 17,5 см. И высота данного аккумулятора будет 19,5 см. В принципе, аккумулятор довольно-таки компактный. Имеется, соответственно, ручка для переноски. Единственный такой нюанс, который мне показался не очень удобным, то, что клеймы идут стандартные, как на классических автомобильных аккумуляторах. Пришлось докупать клеймы такие, дорабатывать немножко здесь, чтобы, соответственно, подключать электромотор. Данный аккумулятор является аккумулятором, соответственно, глубокого разряда. То есть, он не боится глубокой разрядки. Сделано для этого, соответственно, у него пластины не осыпаются. Из-за того, что, если они ошибаются, они идут в какой-то защите по типу стеклопластиковых каких-то камер. Я, за словом, назову, не совсем я, конечно, подробно знаю эту технологию. Но, в общем, за счёт этого пластины при глубоком разряде не осыпаются. Из-за того, что пластины находятся в какой-то стеклопластиковом волокне или камерах, не знаю. То есть, такая вот технология довольно-таки интересная. В отличие от классических автомобильных аккумуляторов, которые живут недолго. Я, если честно, не совсем понимал обслуживаемый аккумулятор. Не обслуживаемый при покупке, скажем, информации особо так не нашёл. Но, когда приобрёл, я понял, что пробки всё-таки на нём имеются. Такая вот крышечка есть. Откручивал пробки. Да, пластина находится в неком стекловолокне. И залита, соответственно, здесь кислота. То есть, аккумулятор это никак уж не еливает 100%. Имеется глазок с индикацией разряда. То есть, зелёный это заряжен, показывает. Если глазок тёмный, не светится, то требует зарядки. Белый, то написано сервис. То есть, скорее всего, или вышел из строя, или очень сильно разряжен. Данный аккумулятор я использую, повторюсь, в прошлом сезоне и в этом сезоне. Мне его хватает с головой на день рыбалки. Два дня я ещё на нём не плавал. Плаваю я в основном на электромоторе и на стоячих водоёмах. Это пруды, озёра. В принципе, на день данного аккумулятора за глаза хватает. Максимум я его разряжал до половины. То есть, глазок у меня зелёный как бы горел-горел, потом в один момент потух. То есть, условно говоря, на половину аккумулятор был разряжен, если я не ошибаюсь. На индикации на моторе показывало из четырёх световых индикаций, из четырёх батареек показывало две. То есть, соответственно, на половину я его смог за день разрядить. Конечно, если кто-то любит трейлинговать, то желательно аккумулятор взять ёмкостью побольше. Это как минимум сотку, либо 120-й. Для обычной же классической спиннинговой рыбалки, когда мы находим какое-то место, проплываем, соответственно, якоримся, обкидываем это место, затем далее переплываем и так далее, то данного аккумулятора, в принципе, на день с головой хватает. Ничуть не жалею о покупке. Аккумулятор очень достойный. Заряжаю я данный аккумулятор специальным зарядником автоматическим. Пробки я при этом не откручиваю. То есть, никакого давления там не создаётся. Вот как обычно говорят, что аккумулятор пробки надо откручивать, чтобы он не взорвался. То есть, автоматический зарядник заряжает его в щадящем режиме. Очень доволен аккумулятором. Очень удобно. Единственное, что мне не совсем понравилось, это что клеймники классические. На многих аккумуляторах бывает, что предусмотрена классическая клемма и рядом идёт такой вот винтовой зажим для плоских таких клеммочек, которые, соответственно, и используются как раз-таки на электромоторах. Всем спасибо за просмотр. До свидания.